да привет всем добрый вечер у кого не вечер меня зовут виталик я алкоголик трезву слава богу четыре года и 10 месяцев ровно сегодня да я живу в израиле моя домашняя группа называется альтернатива в городе бот я сам я живу в городе натания большое спасибо за приглашение за вот эту возможность рассказать о 4 традиции добро пожаловать новичкам те кто сегодня первый раз пришел тем у кого сегодня первый день трезвости у кого меньше 90 дней трезвости таких много сегодня на группе я считаю что мне повезло да так как говорить 40-50 минут только о 4 традиции ну мне кажется это немножко много да поэтому поэтому мне повезло в том плане что я смогу немножко обратиться к новичкам хотя бы в общих чертах я считаю что это супер важно да то есть но все таки понять потому что изначально ну может быть тема традиций она покажется такой немножко странной не непонятной да хотя ну на самом деле когда я пришел на свою первое на свое первое собрание анонимных алкоголиков не было непонятно вообще ничего да но я понимал что есть такая вот тема 12 шагов которые предлагаются как программа выздоровления которым мы зачитывали в начале собрания но еще в добавок да есть еще какие-то традиции вот и коротко буквально в нескольких словах о себе да то есть мне 42 года из них вот я выздоравливаю сообществе анонимных алкоголиков 4 года и 10 месяцев чуть меньше 4 года и 10 месяцев назад я оказался в реабилитационном центре где начиналась моя трезвость где произошло моего знакомства с нашим сообществом до этого я ничего не слышал про анонимных алкоголиков про программу больше 20 лет самого что ни на есть активного пьянства употребления наркотиков прошел путь который проходит многие многие люди у которых есть такое же заболевание как у меня это тюрьма больница в конечном итоге репцентр оказался вот и на самом деле когда я услышал всю эту вот тему которую мне говорили мне ну как я уже сказал почти ничего было непонятно то малое что было понятно мне очень не понравилось ну мне не понравилось как как всегда мне не нравится непонятные для меня вещи как то малое что было понятно вот как мне казалось что понятно на самом деле оказалось что я то что я считал что я понял оказалось я тоже понял неправильно да вся вот эта вот тема с богом с высшей силой с духовностью но абсолютно не не казалось мне привлекательной и самое главное не казалось какой-то там рабочей схемой да я был человеком абсолютно неверующим таким заядлым законченным материалистом тема сообщества мне тоже не понравилось да какие-то там алкоголики наркоманы собираются друг с другом что-то там друг другу капают мозги и жалуются там рассказывают о своих проблемах о том какая у них тяжелая жизнь они еще и трезвые то есть естественно и у них жизнь да ну что я знал о трезвости я знал о трезвости что это плохо да и когда я смотрел на тех людей которые приходили делиться опытом в том репцентре которым я находился и называли там сорока год два пять десять мне казалось о какие бедные несчастные люди да это живот этот несчастный да уже не пьет пять десять лет как он мучается да ну вот так вот да так вот мне представлялась трезвость это то что я знал о трезвости для меня трезвость всегда было мучительно навсегда было мне неприятно поэтому я пил и я бы продолжал пить если бы я уже не дошел до того момента когда приходилось выбирать или пить или продолжать пить или продолжать жить и врачи мне как бы ну и за год еще до этого поставили диагноз цирроз печени и поэтому для меня ну это был не просто там такие слова вопрос жизни и смерти я понимал что при таком диагнозе долго я не проживу да если я буду продолжать пить но не пить я не мог да я был там какое-то время трезвым каких-то там несколько месяцев после этого опять благополучно запил да и пил уже вот скажу как мне казалось до победного конца я думал что я буду пить я сдохну но получилось так что оказался в том самом реабилитационном центре вот потому что я не не мог остановиться уже даже не на один день и как я уже сказал там произошло моё познакомство с программой до 2 месяца я пробыл в этом заведении вышел пошел на группы потому что несмотря на то что вот я рассказывал что мне ну совсем не нравилось то что ну то что мы сейчас называем вот в нашей вестью если она немного алкоголиков не она абсолютно не понравилось но ничего другого на тот момент мне не оставалось все остальное было мной испробовано врачи и психологи рип-центр пытался держаться на силе воли на страхе как я уже сказал даже страх неминуемой смерти не смог меня удержать остановить от употребления до множество чего было перед перепробовано и ничего уже не оставалось до к тому моменту когда вот я понимал что если вот эта вот хрень как я считал да которая мне рассказывают вот эти вот странные люди с таким странным названием он именно алкоголики не сработает моей жизни да то я я умру и так бы оно и было да я абсолютно уверен в этом что оставалось мне совсем недолго но поэтому я принял для себя решение что ну я сделаю то что мне предлагают да я приду в этом приду на эти группы и сделаю то что мне предлагают я был абсолютно уверен даже что после того как я это сделаю это не сработает мне это не поможет и я я сделаю причем я сделаю это вот у меня почему-то было такое вот внутреннее решение я я считал что я сделаю это настолько хорошо как никто никогда хорошо не делал а я сделаю это вот лучше всего и лучше всех да именно для того чтобы доказать в конце сказать ну вот видите ребята это эта тема не работает для таких как я данный пойти пить готовность до готовность честное желание следовать рекомендациям действия да это то что по сути привело к тому что я я начал выздоравливать да даже учитывая то что я не верил в это да я с удивлением для себя через какой-то момент да я увидел что я я отрезал уже достаточно продолжительное время начал замечать что какие-то вещи начинают меняться в моей жизни и самое главное начинают меняться во мне да я увидел что программа работает вслед за этим уже начало приходить вера начало приходить какое-то понимание осознание вот и тема традиции до изначально то есть я вот к ней относился так вот я понимал что окей до 12 шагов это вот некие правила некие рекомендации которые мне нужно соблюдать для того чтобы оставаться трезвым традиции это некие правила ну как я это воспринимал правила законы которых мы должны придерживаться для для того чтобы наше сообщество могло функционировать да естественно я не понимал тогда на тот момент значения я не понимал зачем это нужно это было вот те элементарные вещи которые вот мы слышишь каждое собрание и из-за того что слышишь их достаточно часто и достаточно долго как-то начинаешь пропускать их пропускать их мимо ушей вот и но но на моё я считаю что на моё счастье на моё везение домой спонсор который был очень на тот момент лучше достаточно опытным членом сообщества достая опытным служака человек который очень много служил очень много сделал для развития нашего сообщества здесь в израиле но он меня поставил перед фактом до что он после того как мы пройдем если пройдем закончим читать большую книгу шаги сделаем да то есть мы сразу же начнем изучать 12 традиций сегодня я перед таким же фактом ставлю своих под спонсорных да что вот это неотъемлемая часть программы это такое же средство выживания для меня да ну пусть это выживание для группы выживания для сообщества но от выживания группы и выживания сообщества зависит моё собственное выживание да это то понимание которому пришли первые анонимные алкоголики на заре нашей истории да потому что опять же изначально этого понятия не было да кто не знает немножко историю анонимных алкоголиков пойми знает что изначально группы и сообщества не рассматривались как нечто такое вот жизненно необходимое и сообщество на самом деле никто целенаправленно не создавал как никто не создавал целенаправленно первые группы до группы просто образовывались в результате двенадцатого шага до бил сделал двенадцатый шаг доктору бобу по протрезвел они вдвоем пошли к третьему алкоголику четвертому пятому когда их стало уже какое-то количество людей им просто было вот по кайфу собираться вместе поддерживать друг друга общаться друг с другом делиться с друг другом опытом опыт и силой надежды как мы как говорят у нас сейчас да но это не было что то что вот да мы намеренно целенаправленно делали да также и после выхода большой книги когда количество алкоголиков увеличилась начали появляться множество групп в разных городах да это было скорее такое стихийное явление да просто алкоголиком выздоравливающим алкоголиком было интересно приятно по кайфу как сказали бы сейчас да встречаться друг с и обмениваться друг с другом опытом и только потом эти группы организовались самоорганизовались до в некое сообщество и в этом сообществе как по сути наверное в любом другом сообществе начались разногласия начались проблемы начались началась ругань да по по какому поводу да по любому поводу по любому спорному вопросу это могли быть вопросы денег это могли бы быть вопрос анонимности профессионализма членство в сообществе да то есть множество проблем возникло уже тогда в самом начале как результат этого целые группы начали разваливаться люди начали уходить из групп и стали замечать да что те алкоголики даже выздоравливающие алкоголики которые вроде бы до были уже какое-то время трезвую которых был уже какой-то там духовный опыт оставшись один на один со своей болезнью до без поддержки сообщества без взаимодействия вот этого с другими алкоголиками да они тоже по большому счету срывались срывались и здесь пришло понимание да что группы необходимы как некий элемент поддержания трезвости да то есть очень важно понять что сами по себе группы и сообщества они не являются частью программы выздоровления 12 шагов для этого достаточно посмотреть 12 шагов там нет никакого упоминания ни про группы не про собрание не про сообщества но для поддержания трезвости для сохранения трезвости и даже для того чтобы вот зацепиться удержаться за первые первые дни трезвости чтобы получить поддержку до группы и сообщества оказались также необходимы как и все остальное да и вслед за этим пришло понимание убила что нужно короче делать что-то с этим вот с создавшимися бардаком который творится общество который уже тогда грозил сообществу развалом да а речь идет о первых годах да если в тридцать девятом году вышла наша большая книга до этого существовало только две ну две с половиной группы если взять акра нью-йорк и клевел до количество алкоголиков за несколько лет увеличилась до нескольких тысяч уже стало множество много групп и уже тогда и уже тогда наше сообщество могло перестать существовать да вот эти вот внутренние раздоры они приводили к развалу распаду целых групп и к срывам многих алкоголиков и бил понял что да что нужно что-то нужно что-то такое да что позволит нам сосуществовать в первую очередь друг с другом а во вторую очередь с окружающим миром да что позволит сохранить наше сообщество и соответственно сохранить нашу весть до анонимных алкоголиках о возможности выздоровления от смертельно неизлечимой тогда и сейчас болезни хронический алкоголизм да именно сообщество является носителем вот этих вот нашей вести до анонимных алкоголиков и поэтому да поэтому это вот бил начал опираясь на тот опыт и еще очень важно понять да что все 12 традиций они являются результатом опыта до чаще всего плачевного и болезненного опыта да и нужно понимать что все то что нам не рекомендуют делать традиции это не просто вот потому что там какой бил сидел и считал что вот там да давайте сделаем так что мы не будем принимать деньги ни от кого да что мы должны быть на полном самообеспечении просто потому что это наверное будет хорошо нет то есть когда это когда я говорю что это является результатом опыта да то это значит что мы это делали да мы добрали деньги от тех кто эти деньги давал мы до принимали пожертвования от лиц и всяких организаций и учреждений структур которые не имели отношения к анонимным алкоголиком если мы говорим в 12 в 11 традиции что нам нужно соблюдать анонимность во всех наших контактах с пресса радио кино это значит что мы не соблюдали эту анонимность в первых годах до существования сообщества если мы говорим о том что каждая группа в четвертой традиции должна быть вполне самостоятельной это значит что были попытки подчинить группы какому-то там общему централизованной власти как можно сказать да были такие идеи потому что на самом деле идея традиции когда бил и он их изложил до начал вот эту тему продвигать в середине сороковых годов это не понравилось никому никому вообще да даже его лучшему другу соратнику сооснователю ну и по сути подспонсорному доктору богу да с которыми у них были очень близкие отношения не были идейными товарищами так сказать даже доктор бог изначально был противником противником этой темы он ему казалось что ну ей как и многим старичкам в рейда оказалось что у нас тут должна быть какая-то вот централизованная власть по сути как любом сообществе как в любом в любой корпорации да есть какой-то там совет директоров совет управляющих до который там всем руководит и который руководит соответственно жизнью деятельностью и общество сообщество который решает что группа можно что группам нельзя кому здесь место кому здесь не место да там наказывает поощряет одобряет запрещает да то есть было такое видение и пилу заняло огромных усилий огромных труда огромных трудов для того чтобы протолкнуть эту тему да он приложила массу усилий это действительно вот заслуга била да если вот говорить что даже тема 12 шагов это же не был придумал да по сути он взял уже готовую схему у оксовской группы да и эти идеи к нему донес эту весь к нему донес его друг и би и да эти духовные принципы они стары как мир и книгу белу все-таки помогали писать это не только его личный опыт до в книге анонимные алкоголики это опыт уже на тот момент многих алкоголиков то вот 12 традиций по сути это вот заслуга била да это заслуга била что он до приложил все свои усилия действительно пила обладал но по воспоминаниях многих кто кто его знал да вот таким чуть ли не гениальным даром правиться да то есть он действительно мог видеть не только то что вот на шаг вперед да а он мог видеть как будут развиваться события на на несколько шагов вперед до в этом его и он понимал что традиции будут иметь перво первостепенное значение для нашего сообщества так оно и получилось да и я считаю и люди которые гораздо более опытные чем я того же мнения да что именно благодаря 12 традициям сохранилась сохранилась сообщество анонимных алкоголиков соответственно сохранилась программа 12 шагов она не только дошла до сегодняшних дней она распространилась по всему миру и это по сути та причина по которой мы с вами здесь сидим кто-то чуть меньше трезвый кто-то чуть больше трезвый ну я за себя могу сказать что это точно то благодаря чему я сегодня трезвый живой да не только благодаря 12 шагам но именно благодаря тому что позволило донести и бронести вот эти вот до 12 шагов через моря океан и тысячи километров и десятки десятки уже скоро сотни лет да это именно наши традиции анонимных алкоголиков вот такое короткое длинное вступление у меня было в тему в тему традиции да и да по сути что стало что из собой представляют 12 традиции 12 традиции первая традиция нам по сути регламентируют что самое ценное для нас как для сообщества это наше единство до единство анонимных алкоголиков это то что позволяет выжить и существовать каждому отдельно взятому алкоголику то есть мое личное выздоровление зависит от единства и целостности в первую очередь моей собственной группы а дальше и всего сообщества в моем регионе в моей стране и всемирное сообщество все это взаимосвязано да и по сути следующие 11 традиций они пока дают нам рекомендации что мы скажем так следует делать а что не следует делать для того чтобы это единство сохранить да как я уже сказал то есть все то что нам рекомендую рекомендуется делать в традициях мы все это не делали а то что нам рекомендуется не делать то есть соответственно мы все это делали да мы все это тоже делали не делали и бил глядя на этот опыт до взяв этот опыт и также опыт похожих сообществ которые существовали до нас и вашингтонцы которые существовали сто лет активы фактически до нашего сообщества тоже сообщество которое было создано алкоголиками чтобы помогать другим алкоголикам оставаться трезвыми. Наш прямой, скажем так, родитель, Оксавская группа, которая была очень успешным и знаменитым духовным и религиозным движением в Соединенных Штатах в 20-30-х годах. У них была очень эффективная, скажем так, программа, ведь именно от них мы взяли их основные принципы и практику, и тем не менее они перестали существовать, и ни от вашингтонцев, ни от Оксавской группы фактически не осталось следа в истории. И Билот, взяв за основу их опыт и также опыт уже тех существующих групп, вот он написал некие, да, то, что он назвал традиции. Естественно, он понимал, что законы, правила, какие-то приказания, да, они сработают на такую толпу, да, очень своевольных, пусть даже и выздоравливающих, но в конечном итоге находящихся у нас на, на, только в самом начале пути, да, потому что даже самым старым выздоравливающим алкоголиком там было меньше десяти лет трезвости, да, большинство насчитывало там всего-то несколько лет трезвости. Он понимал, что нужно, и вот это вот удачно он выбрал слово традиции, на мой взгляд. И, да, традиции, мы знаем традиции, потому что вот мы обычно сегодня не зачитывали, но обычно зачитывают каждую группу. На самом деле это не те традиции, которые написал Билл Уилсон. То, что написал Билл Уилсон, сегодня называется у нас «Развернутые формы», они изложены как и в книге анонимные алкоголики, так и в книге и «12 шагов и 12 традиций», который, ну, лично мы пользуемся как основной текст для изучения 12 традиций, хотя есть другая литература хорошая. Там это называется «Развернутая форма», да, она есть в конце книги «12 шагов и 12 традиций», по-моему, она есть в конце книги «Анонимные алкоголики», «Развернутая форма». На самом деле, это не развернутая форма, это то, что написал Билл Уилсон. И когда уже люди начали приходить к пониманию того, что, наверное, в том, что говорит Билл, есть какой-то там здравый смысл, и доктор Бофф в конце признал, что, наверное, традиция – это то, что будет лучше для нашего сообщества. И другие уже начали приходить к этому пониманию. Все равно они сказали, смотри, Билл, то, что ты написал там, вот оно слишком большое, оно слишком длинное. Если те же 12 шагов можно за несколько минут быстро зачитать в начале собрания, то если посмотреть на традиции, как они написаны, изложены Биллом, то, что называется развернутая форма, они действительно очень большие. И тогда было написано не Биллом то, что можно сейчас назвать краткая форма. Это та форма, которую мы зачитываем на собраниях. Это уже писал не Билл. И переходя в четвертую традицию, я ее озвучу в том виде, в котором мы ее читаем на собраниях. Это каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или ААА в целом. Да, так она звучит в краткой форме. А вот как эту традицию написал Билл. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа АА не несет ответственности не перед кем, кроме своей совести. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету и ни одному члену ААА никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на ААА в целом, не посоветовавшись с попечителями главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. Да, вот так вот звучит четвертая традиция в том виде, как ее написал Билл. То есть, по сути, о чем идет речь, четвертая традиция. Да, первое, что, с одной стороны, группа вполне самостоятельна, она может делать что хочет и как хочет до определенного момента, покуда это не начинает приносить вред или какой-то ущерб другой группе или вот нашему сообществу в целом. Да, то есть, как я это понимаю, речь идет об личной ответственности и самостоятельности. Да, на самом деле вот это вот ответственность и самостоятельность для меня, как для алкоголика, но это два два слова, которые я очень не люблю. ответственности и самостоятельности. Самостоятельность, о какой самостоятельности идет речь. Я всю жизнь был человеком очень самостоятельным, зависящим от всего. Единственная ответственность, которую я брал в своей жизни, это то, чтобы перекладывать ответственность на других людей. А тут мне предлагают, во-первых, никто вами, никто тобой и твоей группой не будет руководить, никто не будет тебе объяснять или приказывать, как тебе сделать правильно. Это твоя личная ответственность, да, то, чтобы твоя группа сохранялась и развивалась. И да, и тебе нужно опять же, окей, тебе предоставлена полная свобода действий, но при этом ты должен учитывать, что ты не один, да, ты не один. И интересы других групп и другого сообщества, как наше единство, да, то есть я не могу, это тоже моя ответственность, не нарушать наше единство, не нанося какой-то там ущерб и не мешая жить и работать другим группам, ну и как-то не опорочить своими действиями ими анонимных алкоголиков в целом. И, казалось бы, традиция, да, она на самом деле такая очень, вроде бы, ну, делать, что хочу, да, делать, что хочу, а что я там могу сделать для того, чтобы нанести ущерб другим группам. Тем более, в тех местах, вот как я пришел, да, когда начал выздоравливать, в моем городе была, ну, на самом деле, она и сегодня только одна единственная группа, да, другие группы где-то там далеко, да, сообщество это вообще там где-то, да, я знаю, что там существует какой-то, какая-то интергруппа, существует какой-то там центральный офис, да, но где, где они, я их не вижу, я их не слышу, да, и что, как я могу нанести ущерб, да, а с другой стороны, ну, я могу делать, что хочу, да, то есть я могу сделать, что хочу, то есть, ну, никаких проблем. И на самом деле, если бы четвертая традиция существовала одна сама по себе, в отрыве от всех других 12 традиций, то, естественно, получился бы бардак и хаос, да, но на самом деле очень важно понимать, что все традиции, как, по сути, и 12 шагов, если взять 12 шагов, каждый по себе из шагов, он, ну, не сильно рабочий, да, точно так же, как и дно вместе, да, соединенные и переплетенные вместе, и каждый шаг является логическим продолжением каждого предыдущего шага и какой-то там логической подготовкой к последующему шагу, то же самое, то же самое и наши 12 традиций, потому что, по сути, следующая традиция, которая идет вслед за четвертой, она говорит, что наша основная цель, наша главная цель, единственная, да, цель, это доносить нашу весть до других алкоголиков, то есть, когда я, когда мы, как группа, следуем вот этой вот единственной цели, да, доносить весть, а в чем заключается наша весть, это, да, в том, что если человек болен хроническим алкоголизмом, у которого есть определенная симптоматика, да, он может, он болен заболеванием, хроническим заболеванием, которое называется хронический алкоголизм, которое может быть, от которого можно выздороветь при помощи приобретения духовного опыта, да, и для этого мы предлагаем нашу программу 12 шагов, да, вот когда цель группы в этом, да, кроме этого делайте, что хотите, а по большому счету, что тогда остается, да, что значит делайте, что хотите, то есть, если мы, наша основная цель, это доносить нашу весть, то есть, по сути, 12 шаг делиться опытом силы и надежды со все еще страдающим алкоголиком, да, что, в чем же вот заключается вот эта вот наша свобода как группы, то есть, по большому счету, она получается достаточно ограничена, да, мы можем выбрать время, место, название для нашей группы, да, мы можем выбрать определенный формат для проведения собраний, да, будет ли она длиться полтора часа или будет ли она час, будет она с перерывом или без перерыва, будем ли мы обсуждать на группе книгу анонимные алкоголики или ежедневные размышления, или, может быть, там 12 шагов, 12 традиций, будем ли мы проводить спикерские или мини-спикерские, или каждому будем давать время, да, это мы можем делать. С другой стороны, опять же, можем ли мы решить там читать на группе, я не знаю, там, три мушкетера, да, например, или там три троя поросят, да, теоретически можем, если бы, опять же, четвертая традиция существовала сама по себе, но поскольку наша пятая традиция говорит, что мы должны доносить нашу весть анонимных алкоголиков, да, то есть говорить о выздоровлении при помощи программы 12 шагов, да, то на самом деле, естественно, подразумевается, что мы должны, должны, опять же, слова должны, нету такого, хотя в книге «12 шагов, 12 традиций» Билл писал, что у нас в традициях нет такого «вы должны», есть «мы должны», то есть, когда я говорю «мы должны», я в первую очередь подразумеваю себя и свою группу, да, «мы должны», естественно, на собрании, наше собрание вести в таком формате, в котором будет излагаться наша программа выздоровления, чтобы это действительно могло быть эффективно и могло принести пользу новичку, да, человеку, который не знает, что есть выход, идти в реабилитационные центры, идти в больницы, говорить с теми, кто связан с проблемами алкоголизма, врачи, социальные работники, полицейские, должны ли мы идти, там, я не знаю, собраться группой, идти в бассейн, да, чтобы там проводить хорошо время, да, но это на самом деле пятая традиция говорит, что, ну, это немножко не о том, да, сообщество анонимных алкоголиков и группы, то есть мы, естественно, можем это делать в наше свободное время, как, да, собираться идти в бассейн, но как группа анонимных алкоголиков нам следует заниматься немножко другими вещами, вот, поэтому, по сути, в этом вот заключается наша свобода, но, с одной стороны, с другой стороны, очень важно понимать, и в четвертой традиции, в книге «12 шагов, 12 традиций» приводится пример, интересный пример, что, да, там рассказывается про группу в неком городе, да, которая решила открыть центр помощи алкоголикам, да, который будет включать в себя какое-то и лечебное заведение, там будут и какая-то образовательная программа для алкоголиков, там будут и какой-то клуб, где алкоголики смогут проводить время, да, и даже там будет что-то, где будут подыскивать работу, я уже не помню деталей, да, по сути, вот они решили это сделать, да, взяться за такие дела, которые, ну, как бы выходят во многом за рамки нашей пятой традиции, в конечном итоге это дело, они его, как бы, создали, они его запустили, они взяли деньги у богатеев того самого города, то есть при всем при этом было нарушено множество традиций, да, была нарушена седьмая традиция, шестая традиция и традиция то, что касательно профессионализма, и, по сути, это дело, оно прогорело, да, то есть там случилось то, что и должно случиться, да, группа анонимных алкоголиков оказалась не в состоянии заниматься всем этими делами, да, и все это лопнуло, и потом создатель этого проекта написал известную, да, знаменитую у нас правило 62, да, он признал свою ошибку, правило 62, не относитесь к жизни слишком серьезно, вот, так в чем же смысл четвертой традиции, да, если при этом, когда читаешь этот рассказ, понимаю, что там были нарушены, нарушены, там, пятая традиция, опять же, шестая традиция, седьмая, восьмая, девятая, но в чем же смысл четвертой традиции, да, то есть на самом деле четвертая традиция, смысл заключается в том, что группа, никто не может запретить группе делать то, что она хочет, да, то есть даже в том случае, когда группа идет по явно неверному пути, группа обращается в том случае, они обратились в центральный офис, который существовал в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке им уже тогда ответили, что, ну, наш опыт, который мы имеем на тот момент, ну, не рекомендует заниматься тем, чем вы собираетесь заниматься, да, но все равно у центрального офиса не было никаких рычагов для того, чтобы заставить или запретить этой группе сделать то, что они собирались сделать, и они это сделали, они воспользовались вот этим вот своим правом, данным каждой группе, да и по сути каждому алкоголику, право на собственный выбор и право на собственную ошибку, да, то есть никто, никакая группа не застрахована от принятия неверных решений, да, и точно так же, как и каждый алкоголик отдельно взятый, да, точно так же, как и я не застрахован от принятия неверных решений, мне тоже иногда бывают в жизни какие-то действия, да, вот мне что-то там предстоит, нужно сделать, и я вижу на чашей весов, да, есть вот наши духовные принципы, да, в принципе, то, что мне рекомендует программа, и я даже обращаюсь к своему спонсору, мне спонсор говорит, ну, смотри, вот, ты же видишь, ты же понимаешь, как следует сделать, да, ну, естественно, ты сам волен делать, что ты делаешь, и я, да, я смотрю на все эти принципы, на рекомендации программы, на спонсора, но я же так хочу, да, сделать по-своему, мне же так хочется сделать по-своему, и я имею право, и я иду, и я делаю, и чаще всего я получаю тот результат, который ожидаем, да, то есть я получаю по башке, и ничего страшного, и ничего страшного, если я в состоянии признать ошибку, сделать выводы, да, и постараться это как-то исправить, это то, что случилось вот с той самой группой, да, и тот самый руководитель этого группы, который признал и написал вот это вот правило 62, разослал его по всем группам, такую открытку, где было написано правило 62, вот, вот, каждая группа имеет право на ошибку, каждая группа имеет право на ошибку, и по сути, если группа будет достаточно, скажем так, выздоравливающая, да, она сможет эту ошибку пережить, и да, и на самом деле наш опыт анонимных алкоголиков показывает, что нету единственно правильного пути того, как должна существовать группа. Я, опять же, то, что я выскажу, это мое личное мнение, с этим можно не соглашаться, но я часто, ну, часто, не часто, но я слышу нередко в нашем сообществе людей, которые точно знают как правило, как нужно, причем знают не как правило нужно им, а правильно, как нужно мне, да, ну, на самом деле я всегда от таких людей стараюсь держаться подальше, да, потому что опыт анонимных алкоголиков наш, а, опять же, наш опыт проб и ошибок, он доказал, что не существует единственно верно правильного пути, точно так же, как нету единственно верного правильного пути сделать 12 шагов, да, я знаю как минимум десяток разных схем написания четвертого шага, сдачи пятого шага, схемы, как делать девятый шаг, наверное, сотни разных опытов я слышал того, как делается одиннадцатый шаг, и все это работало, да, точно так же, как наши группы, да, они, каждая группа имеет свой уникальный опыт от момента его создания и до сегодняшнего дня, если эта группа существует, да, где-то там говорят больше про шаги, где-то меньше про шаги, где-то сливаются больше, ну, как у нас говорят, сливаются, где-то сливаются меньше, где-то там очень строгий формат, где-то менее строгий формат, и на самом деле, покуда это работает, да, слава Богу, что это работает, и это дает трезвость другим алкоголикам, и каждая группа своим групповым сознанием, она имеет право действительно решать и выбирать для себя, как ей вести свою деятельность, да, до того момента, покуда это не наносит ущерб другой группе, да, я опять же, как может или другой группе, или сообщество в целом, я приведу, наверное, один пример, да, из моего личного опыта, вот, как это могло случиться, например, у нас, несколько лет назад, да, когда началась вся вот эта вот тема с пандемией, с коронавирусом, у нас все группы в стране, живые группы, оказались закрыты, ну, и как в большинстве, наверное, большинство странах мира, группы оказались закрыты, сначала мы думали, что это быстро пройдет, но это продолжалось, и неделю за неделей, и месяц за месяцем, и тема тогда, я помню еще буквально, сколько это было, три года назад, да, на самом деле, количество онлайн-групп можно было пересчитать по пальцам, да, и зумом фактически никто не пользовался, это были там скайп-группы, да, ну, на них ходили только обычно те люди, которые действительно не имели никакой возможности дойти до живой группы, то есть вот у нас в стране, да, в моей стране, в Израиле, на тот момент было в районе 14 русскоязычных групп, больше сотни уже уздоравливающих алкоголиков, тем не менее, никто не пользовался онлайном, да, почему, потому что все ходили на живые группы, и для меня это было вообще как-то странно, да, ходить на онлайн-группы, зачем, если есть живые группы, но жизнь поставила перед таким фактом, да, что пришлось пользоваться онлайн, открылись множество групп, но многим людям это не понравилось, да, многим людям это не понравилось, многие люди чувствовали себя обделенными, не чувствовали себя комфортно на онлайн-группах, и начались раздаваться голоса, да, давайте мы втихаря, втайную, да, в обход ограничением, законом, давайте будем проводить собрание, да, у кого-то там дома, а тогда нельзя было там отходить от дома больше, чем, я не помню, там на километр или полтора, да, я не помню, сколько точно, там собираться, по-моему, не больше десяти человек, да, сегодня это уже забыто, как страшный сон, да, не дай бог, чтобы такое не повторилось, но это та реальность, с которой мы столкнули тогда, и мы уже начали раздаваться голоса, давайте, ведь в принципе, да, эти ограничения можно обойти, и тогда мы действительно задумались, а что будет, если вдруг, ну, скажем так, нас, говоря таким более уличным языком, нас накроют, нас спалят, да, и примеры тому были, примеры тому были, что люди тайно, подпольно открывали группы, и там собирались люди в нарушении законов, да, их спалили, и сведения об этом, скажем так, информация об этом стала появляться в прессе, в газетах, да, и, ну, можно себе представить, да, завтра открывает человек газету и смотрит, вот, группа анонимных алкоголиков, анонимные алкоголики в нарушении всех правил карантина, закона, да, собирались и тайно проводили встречи в нарушении законов, да, какое это, и это не важно, да, что это была одна группа из сотен существующих, и это даже не важно, что это было там три человека из группы, в которой там было 30 человек, да, они это делали, но, когда имя вот это вот АА появилось в газете, да, и еще дальше было написано нарушение закона, то есть, ну, это может нанести непоправимый ущерб, да, особенно в такой маленькой стране, как Израиль, да, и поэтому мы решили, да, что, естественно, мы не будем этого делать, да, мы не будем этого делать, потому что эти действия могут привести к тому, привести к тому, что мы нанесем ущерб всему сообществу анонимных алкоголиков у нас в Израиле, и я тоже присутствовал при открытии нескольких живых групп здесь в Израиле, когда я пришел 4 года назад, моя домашняя группа была, наверное, единственная группа на... в моем городе, да, еще в десятке ближайших окрестных городах, начали открываться группы в соседних городах, мы начали задумываться, в какие дни можно открывать эти... нужно следует открывать эти группы, потому что если бы вот группа в Батьяме, моя домашняя группа была там понедельник, среда, пятница, а мы в соседнем городе там на расстоянии там 20 минут открываем другую группу, мы постараемся сделать это в другие дни, да, для того, чтобы, ну скажем так, не переманивать, не перетаскивать людей, да, и чтобы людям не приходилось разрываться между тем, куда им идти на новую группу поддерживать в своем городе или идти на свою домашнюю группу, пусть в соседнем городе, но это все равно домашняя группа, которая начиналась с моего выздоровления, и вот эти вот мелочи мы тоже старались учитывать, да, и пожалуй, пожалуй, все, что я хотел сказать про четвертую традицию, да, каждая группа имеет право сама распоряжаться своей судьбой, и никто не знает, какой путь окажется для этой группы правильным, потому что то, что было правильно для моей группы, это абсолютно не факт, что это будет правильно для другой группы, да, и опять же, если даже я впереди идущий или более опытный человек вижу, что группа совершает какую-то ошибку, нелепость, принимает какое-то неправильное решение, это ее право, группа будет на этом учиться, не совершая ошибок, невозможно научиться, невозможно приобрести опыт, да, опыт это процесс проб и ошибок, а не то, чтобы я там приду, поумничаю своим опытом, поделюсь, и опа, и все, и все, все стало на свои места, у всех стало ровно, гладко, вот, поэтому каждый имеет право, да, право на ошибку, да, покуда это, вот опять же, не наносит ущерб, не вредит окружающим, в нашем случае другим группам и сообществу в целом. На этом я закончу, на этом я закончу свою спикерскую, огромное спасибо, что пригласили, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу, спасибо. У меня был, вот, на самом деле, опыт, как посещение живых групп, с которых я начинала свое выздоровление, почти пять лет назад в Казахстане, и когда я переехала в Братиславу, ну, понятно, что это страна, где русский язык не является, ну, ни разу там не государственным, некоторые, конечно, люди говорят на нем, но это ни о чем не говорит, что называется. Ну, короче, это было даже еще до пандемии, собственно, когда вот реально возникло огромное количество онлайн-групп, но вот как раз меня интересует опыт живых собраний, потому что я, когда приехала, я, естественно, занялась поиском живых групп в Братиславе, я нашла там словацкоязычную, я нашла англоязычную, и потом в итоге я послал второго русскоязычного алкоголика, и мы, собственно, и организовали такую вот живую группу, у нас недавно вообще даже такое событие грандиозное, там третий алкоголик пришел. Так вот, мой вопрос связан, ну, по большому счету, как таковой четвертой традиции, да, вот в части, я вот слушала, Виталик, тебя, в части там проведения времени, ну, тут у нас там полная свобода, потому что мы единственные, да, то есть мы назначаем там любой день, любое время и так далее. Но больше все-таки не совсем в части четвертой, но в целом все-таки я задам, учитывая, опять-таки, твой опыт, в том числе с организацией, да, групп в Израиле, то есть в стране, в которой тоже русский не является государственным, там, основным языком, каким образом вынесли весть? Ну, понятно, что есть какие-то там рехабы, да, ну, явно не на русском, скорее всего. Понятно, что есть какие-то психологи, опять-таки, полицейские и прочее, прочее. Вот с точки зрения вот, ну, языка в том числе и вот, ну, с точки зрения вот продвижения, да, несения вот этой вести, каким образом вот вы это делали в Израиле, потому что, ну, вот даже учитывая то, что ты сказал, в начале была единственная группа, сейчас я знаю там намного больше групп и живых в том числе, не говоря уже про Zoom группы какие-то, Skype группы и прочее. Вот как вы с этим, ну, справлялись, что вы делали, спасибо. Ну, если есть такой. Да, спасибо, спасибо за вопрос, Ажар. Вот я не зря сказал, что опыт других людей, групп, сообщества, он может быть полезен, но он является всего лишь какой-то частью, иногда небольшой частью того опыта, который мне лично, ну, предстоит приобрести, и это будет лично мой опыт. Почему? Потому что все-таки, ну, скажем так, обстоятельства во всех странах различаются, да, и все-таки, ну, я знаю, как развивалось сообщество в Израиле, я знаю, как развивалось сообщество в других странах, где русский язык не является официальным языком, в том числе и в Испании, в Чехии, в Штатах, да, и здесь свои особенности. Особенность Израиля, как страны, да, что, наверное, в отличие от всех упомянутых мной стран, в Израиле одна пятое население, это выходцы из бывшего Советского Союза, впоследствии то, что было Советским Союзом, то есть это огромное число русскоговорящих людей, да, больше одной пятой израильтян разговаривают на русском языке, да, я знаю, что этого нету в странах, нигде в странах Европы, наверное, в процентном соотношении Израиль это самая русскоговорящая страна в мире, вот за исключением тех 15 стран, которые раньше были Советским Союзом. То есть у нас русский язык, он не официальный, но он почти официальный, да, и вот в этом вот ты была не совсем права, у нас огромное количество русскоязычных рехабов, да, как и для жителей Израиля, так и для тех, кто приезжает лечиться, многие, которые приезжают лечиться в Израиле, из России, из Украины, из Белоруссии, Грузии и даже Соединенных Штатов, именно русскоязычных, да, целые рехабы, которые говорят и выздоравливают людей на русском языке, да, также у нас есть русскоговорящие специалисты в любой области, трудно найти больницу, социальную службу, полицейский участок, где, ну, где каждый, ну, соответственно, как и в стране, где каждый пятый не говорил бы на русском языке, да, поэтому, поэтому уже, скажем так, условия развития сообщества у нас в Израиле очень сильно отличается, будет отличаться от Словакии и других стран. Я знаю, это также отличается и по-другому есть страны, куда приезжает чуть больше русскоязычных туристов, чуть меньше русскоязычных туристов, опять же, если сравнивать, например, такие страны, как, я знаю, что, например, в Чехию, в Прагу приезжает много русскоязычных туристов и точно из них будет какое-то количество алкоголиков и точно они захотят посещать группы, есть страны, куда ездят меньше русскоязычных туристов и там условия будут немножко другие, да, поэтому, поэтому в каждой стране есть своя особенность. В Израиле существует достаточно много русскоязычной прессы, у нас есть иллюзионный канал израильский русскоязычный, у нас существует десяток газет, которые выходят на русском языке, у нас есть интернет-ресурсы израильские русскоязычные множество, да, поэтому в этом отношении, конечно, нам это, с одной стороны, облегчило работу, с другой стороны, я могу сказать, что все-таки, все-таки основная тема это делать, 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 почему? Потому что, если привести в пример, в Израиле существует сообщество анонимно-алкоголики Израиля, оно, по сути, делится на три части, да, вот у нас на сегодняшний день в Израиле около 30 групп, да, половина из них это русскоязычные, в районе 14 групп живых и одна большая онлайн-группа Ковчег, это наши русскоязычные группы, и ровно столько же англоязычных и евроязычных групп вместе взятых, да, то есть по количеству, у нас 50 процентов. По времени, да, и качеству выздоровления, чтобы было понятно, первая группа анонимных алкоголиков создалась в Израиле в конце семидесятых, да, то есть вот уже более 40, недавно мы отмечали там 40 с чем-то лет, 43 года, по-моему, это наше сообщество англоязычных и евроязычных. Русскоязычные группы стали появляться и развиваться около 15 лет назад всего-то, да, первый спонсор анонимный алкоголик, русскоязычный, мой хороший друг, у него сегодня всего 17 лет выздоровления, да, он начал выздоравливать на евроязычной группе, потом открыл русскоязычную группу в Тель-Авию, потом еще только начал спонсировать на русском, то есть 15 лет, да, всего прошло, и что мы имеем, да, 50 процентов сообщества это русскоязычные. Опять же, в процентном соотношении, наверное, русскоязычные пьют чуть больше, но соотношение в количестве, да, то, что у нас всего 1,5 процентов русскоязычной в стране, а 4,5 это все-таки израильтяне, люди, которые говорят на еврите, то есть можно понять, насколько наша деятельность русскоязычного сообщества гораздо более эффективна, и когда я говорю, что у нас много репцентров, которые говорят на русском, газеты, которые говорят на русском, один канал, который говорит на русском, нужно понять, что в 5 раз, а может быть и в десятки раз их больше, те, которые говорят на еврите, да, евритоязычных газет, евритоязычных каналов, потому что все-таки это остается евритоязычная страна. Тем не менее, тем не менее, с точки зрения выздоровления, мы ушли далеко вперед, да, в том числе и в плане донесения вести. Что для этого нужно делать? Делать и искать способы, искать способы, способы, которые будут работать, потому что, как я уже сказал, никто не знает, где выстрелят, никто не знает, как это сработает. Да, мы пошли в реабилитационные центры, мы ходили в десятки русскоязычных реабилитационных центров, которые есть в Израиле. На сегодняшний день регулярно мы работаем только с двумя, да, на весь Израиль. Но это то, что мы называем наш альмамат, да, оттуда приходят десятки, да, наверное, 50 процентов нашего сообщества сегодня, да, это пришли из этих двух реабилитационных центров всего-навсего. Да, это огромное количество людей, два-три, может быть, реабилитационных центров. В том реабилитационном центре, в котором я лежал, да, в тот момент было служение, приезжали анонимные алкоголики, я сам там служил, но потом по тем или иным причинам мы прекратили там служение. Да, это работает даже с двумя реабилитационными центрами из, наверное, там 20-30 существующих. Мы много чего делали, мы давали объявления в газетах русскоязычных, мы давали объявления, мы и сейчас делаем рекламу на радио, да, на интернет-радио русскоязычных ресурсах, мы клеили плакаты, мы создали русскую линию телефонную горячую, то, что называется, горячая линия, на самом деле информационная линия. Что-то из этого работает чуть лучше, что-то из этого работает чуть хуже, да, и что самое интересное, что мы начали, мы это делали, в какой-то момент мы пришли к пониманию, что мы должны это делать не только на русском языке, да, то есть мы, по сути, когда вот наше сообщество 10 лет назад уже стало на ноги, окрепло, там появились люди, которые действительно начали реально заниматься пятой традицией, они увидели, в чем вот все, что я говорил, да, о том, что там ивритеязычное сообщество, оно плохо развито в Израиле. Почему так получилось? Ну, они ничего не делают от слова вообще, да, никакой пятой традиции. И мы поняли, да, что нам, мы можем делать это не только на русском языке, да, потому что русскоязычный человек может прийти, попасть к социальному работнику, который не обязательно, который говорит на русском языке, он может быть ивритоговорящий, его может быть лечить ивритоговорящий врач, его может задержать ивритоговорящий полицейский, да, и мы начали давать и делать рекламу не только на русском, да, мы просто начали заниматься пятой традицией, мы начали ходить по больницам, по врачам, давать рекламу на автобусах, на иврите, да, там есть на русском языке и на иврите, в том числе и на английском, и наш сайт существует, сайт анонимных алкоголиков Израиля, он на трех языках, и ивритеязычные врачи, социальные работники, социальные службы, недавно, вчера ко мне звонил новичок, да, его, мой номер дала ивритеязычная израильтянка социальный работник, да, и я ему дал адрес нашей группы в Паттяме, я надеюсь, что сегодня он дошел до этой группы, да, поэтому, поэтому не обязательно, что это должно быть направлено только на русскоязычное сообщество, ну и опять же делать, делать, искать, искать методы, опять же, я знаю, что, ну если не большая часть, то очень многое из того, что мы делали, оно не привело к успеху, да, и это нормально, нам же как хочется, вот я, придумали хорошую тему, давайте дадим там рекламу на радио, да, я ожидаю, что вот мы дадим рекламу на радио, там, бухаем там, допустим, тысячу евро, да, реклама пройдет и завтра к нам придет там 100 алкоголиков, на самом деле это случается не так, да, мы потратили огромное количество денег, усилий и это, ну скажем так, можно было бы назвать впустую, но это не впустую, да, мы не впустую, да, из тех проектов, которые мы задумывали, те, в которые мы вкладывали деньги и усилия, ну срабатывает, наверное, там может быть один из десяти, ну и слава Богу, слава Богу, да, опять же, мы приобретаем опыт, мы знаем, что работает, что не работает, и что самое главное, мы никогда не знаем, что сработает, мы никогда не знаем, что сработает, мы, например, я приведу пример, город Батья, в котором я живу, это, наверное, самый русскоязычно говорящий, жил, да, где находится моя домашняя группа Альтернатива, наверное, один из самых русскоговорящих городов в Израиле, наверное, процентов 40 там наши люди, но мы подумали в какой-то момент, что будет шикарная идея взять распечатать такие флайеры, как у нас бросают рекламки всяких супермаркетов, всякие там какие-то специалисты, да, они кидают прямо в почтовые ящики, да, вот будет прикольно, если мы сделаем несколько тысяч таких вот, да, бумажек и раскидаем по почтовым ящикам, хотя бы в округе нашей группы, да, ну там тысячи и тысячи русскоговорящих людей, да, мы это сделали, мы потратили деньги, мы ходили, я сам ходил, пожарел, раскидывал по почтовым ящикам, вот как почтальоны ходят, да, нам казалось это шикарная идея, да, ну, я не знаю ни одного человека, который бы пришел к нам на группу и сказал, что вот мы, я, да, я почтовый ящик открыл, достал это, посмотрел, опа, анонимные алкоголики, и поэтому я пришел к вам, да, это не сработало, хотя всем казалось хорошая идея, но опять же, мы давали, там, сделали рекламу на маршрутных такси, да, мне казалось это не очень плохая, не очень хорошая идея, потому что маршрутные такси, они постоянно ездят, ну, кто там смотрит на эту рекламу маршрутных такси, я сегодня знаю, да, ни одного, ни двух людей, которые пришли благодаря, в сообщество благодаря этой рекламе, вот, и это сработало, и мы продолжаем это делать каждые, там, несколько месяцев, да, наклеиваю такие рекламные плакаты на маршрутные такси, на автобусы городские, мы уже это делаем, вот, главное делать, 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 пятая традиция, это действие, точно так же, как и 12 шаг, мы несем весть, мы не знаем, кто эту весть примет, то же самое в работе с подспонсорными, я начинал работать, наверное, сотни людей по 12 шагам, их трезвых сегодня, ну, 10 процентов, да, и никогда из тех людей, с которыми я начинаю работать, ну, мы начинаем шагать, я не знаю, кто из них дойдет до конца, ну, у меня всегда есть свое какое-то понимание, вот это должно сработать, у него это должно сработать, вот эта реклама должна сработать, вот этот человек должен зацепиться за программу, чаще всего я оказываюсь неправ, чаще всего я оказываюсь неправ, да, и очень часто это срабатывает в тех местах, где я бы даже не подумал, что это сработает, а что главное, главное это действие, 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 непреклазначающееся действие, у нас тоже группы начинались с одного, нашу первую группу в Тель-Авиве открыли два человека, они там несколько лет сидели, покуда насидели эту группу, да, они насидели в конечном итоге 14 полноценных больших групп, я действительно видел группы, которые годами приходили два, три, пять человек, сидели и это сегодня эта группа, действие, помноженное на время, равно результат, ну, я люблю вот эту вот схему, да, как и в 12 шагах, да, также и все, что относительно донесения вести, действие, время, результат, да, то есть действие и время всегда приведет к результату, я не знаю, какие действия правильные, но их нужно делать, я не знаю, сколько время это займет, но нужно дать время, не время, и я знаю, что это приведет к результату, я никогда не знаю, какой результат будет, но я знаю, что результат будет, ну, вот как-то так, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, ответил и столько много открыл, ну, потому что, да, я понимаю, исходные данные все-таки оказались разные, ну, в любом случае, да, у каждого, у каждой группы точно так же, наверное, как у каждого алкоголика, свой путь, что называется. Слушайте, ну, у нас, собственно, время уже и подходит к концу, так неожиданно быстро для меня, я, видимо, в таком предвкушении, короче, у нас прямо такой между собой получился, я, Виталика, нашла, я его пригласила, пошла, провела группу, задала свой вопрос, короче, и все, и закрыла группу, что называется. Друзья, я просто, правда, я не вижу вопросов ваших. Виталий, тебе нужно уходить, правильно, я так понимаю? Я, в принципе, свободен, я просто хотел, вот, ну, буквально вдогонку по этой теме, я очень люблю, вот, на твой вопрос ответить, да, он есть еще в большой книге, в большой книге еще до написания традиций до пятой вести, страница 158, заглянем ваше будущее, это одна из последних страниц большой книги, написано. Мы знаем, что вы сейчас думаете, вы говорите себе, я одинокий и сдерганный человек, я бы так не смог, да, это когда приводится история создания сообщества, но вы сможете, вы забываете, что вы подключаетесь к источнику силы гораздо более могущественную, чем вы сами. Имея такую поддержку, нужно всего лишь желание, терпение и труд, чтобы повторить то, что совершили мы. Да, вот. Спасибо. Спасибо, Виталик. Так, ну, я, собственно, выключаю тогда запись. Спасибо за то, что пришел, поделил своим опытом. Вам огромное спасибо. Спасибо.